Мои твои воскресенья Христос воскресенье из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего гроба живот даровав. Христос воскресенье из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего гроба живот даровав. Воскресенье день, просияем люди, Пасха, Господня Пасха, ибо от смерти к жизни, из земли к небесам, Христос Бог нас перевел, песнь победную поющих. Очистим чувства и увидим неприступным светом воскресенья, сияющего Христа и говорящего, радуйтесь, ясно услышим, воспевая песнь победную. Небеса достойно довеселятся, земля же дорадуется, допразднует и весь мир, как видимый, так и невидимый, ибо Христос восстал, веселье вечное, Пресвятая Богородица, спаси нас. Умерщвление предел ты сломила ты, носив в очреве жизнь вечную Христа, из гроба воссиявшего в сей день, Дева всенепорочная и мир просветившего, Пресвятая Богородица, спаси нас. Воскресшим, увидев Сына Твоего и Бога, радуйся с апостолами, благодатная, чистая, и первое слово радуйся, как причина радости для всех, приняла ты, Богоматерь всенепорочная. Придите, будем пить питье новое, не из камня бесплодного, чудесно изводимое, но бессмертие источник, пролившийся из гроба Христом, на котором мы утверждаемся. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И сущим в гробе живот даровав. Ныне все исполнилось света, и небо, и земля, и преисподнее. Пусть же празднует все творение восстания Христа, на котором утверждается. Воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, И сущим в гробе живот даровал. Вчера я погребался с тобою, Христе, С тобою воскресшим в сей день восстаю, Распинался я с тобою вчера, Сам прославь меня с собой, Спаситель, В царстве твоем. И сейчас Христос воскрес тоже. Это, здесь есть другой, тут показано, Прифект другой, вот этот вот, а где не указан, там Христос. Ага, Пресвятая Богородица, спаси нас, К жизни непорочной перехожу я в сей день, По благости родившегося от тебя чистая, И все мира концы светом озарившего. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, И сущим в гробе живот даровал. Увидев Бога, Которого по плоти, Носила ты во чреве чисто из мертвых, Восставшим, как сказал он, Ликуй, и как Бога непорочно его величай. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, И сущим в гробе живот даровав. Жены, пришедшие с Марией до рассвета, И нашедшие камень отваленным от гроба, Услышали от ангела, Во свете вечном пребывающего, Что вы ищете среди мертвых, как человека? Посмотрите на погребальные пелены, Бегите и миру возвестите, Что восстал Господь, умертвив смерть, Ибо Он, Сын Бога, спасающий род человеческий. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, И сущим в гробе живот даровав. На божественной страже Богословесный Аввакум Достанет с нами и покажет Светоносного ангела, Ясно возглашающего, Все день спасения миру, Ибо воскрес Христос, Как всемогущий. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, И сущим в гробе живот даровав. Мужем, как разверший девственное чрево, Явился Христос, А как предлагаемый в пищу Назван Агнцем, Непорочным же, Как непричастным скверни, Он наша Пасха, И как Бог истины, Зовется совершенным. Христос воскресе из мертвых, Смертью смертью смертью. Все, все, все. Половина, вот Христос воскресе из мертвых, Весь не надо петь, Только начало, Христос воскресе из мертвых. Как однолетний Агнец, Для нас добрый венец благословенный, Добровольно заколов за всех, Как Пасха очистительная, И вновь воссиял нам из гроба Прекрасным правды солнцем, Христос воскресе из мертвых, Бога Отец Давид пред ковчегом Подобным тени, Скакал играя, Мы же, святой народ Божий, Исполнение прообразовав, Виля, возрадуемся Бога дафнаенно, Ибо воскрес Христос, Как всемогущий, Пресвятая Богородица, Спаси нас, Создавший Адама Твоего, Право Отца Чистое, Созидается от Тебя, И в сей день Он смертью Своей упразднил, Через того, Пришедшую смертью, Всех озарил божественными Блистаниями воскресения, Пресвятая Богородица, Спаси нас, Видя Христа, Которого носила, Ты в чреве чистая, Прекрасно из мертвых, Воссиявшего, Всех день для спасения всех, Славная и непорочная, Среди жены прекрасная, С апостолами радуясь, Его прославляет. Христос воскрес из мертвых, Бодрствовать будем с раннего утра, И вместо мира песнь принесем владыке, Христа узрим, Правды солнца, Всем жизнь излучающая, Христос воскрес из мертвых, Безмерное Твое милосердие, Видя Христе, Связанные узами ада, К свету устремлялись радостными стопами, Восхваляя Пасху вечную, Христос воскрес из мертвых, Приблизимся со светильниками В руках ко Христу, Выходящему из гроба, Как к жениху, И отпразднуем вместе С торжествующими небесными полками Пасху Божию спасительную, Пресвятая Богородица, Спаси нас, Просвещается божественными И живоносными лучами Воскресения Сына Твоего, Богоматерь причистая, И радости исполняется Благочестивых собраний, Не отверстый врат детства При воплощении, Не нарушил печати и гроба Царь Создания, И потому воскресшим Тебя видя, Матерь радовалась Христос воскрес из мертвых, Сошел Ты в глубочайшие места земли И сокрушил засовы вечные, Державшие заключенных в оковы Христе, И на третий день, Как из кита Иона, Воскрес из гроба Христос воскрес из мертвых, Сохранив в печати целыми Христе, Ты восстал из гроба заключенного, Чрево Девы, Не повредивший при рождении Твоем, И открыл нам райские двери, Христос воскрес из мертвых, Спаситель мой, живая и незакалываемая жертва, Сам себя, как Бог, Добровольно принеся Отцу, Ты воскресил с Собою Общего начальника Адама, Воскреснув из гроба, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Издревле удерживаемая смертью и тлением, Возведенна к нетленной и вечной жизни, Воплотившимся от Твоего причистого чрева, Богородица Дева, Пресвятая Богородица, Спаси нас! Сошел в глубочайшие места земли, В недра Твои чистая, Сошедший и вселившийся, И воплотившийся превыше ума, И воздвиг он с Собою Адама, Воскреснув из гроба, Христос воскрес из мертвых, Хотя Ты и сошел во гроб бессмертный, Но уничтожил силу ада, И воскрес, как победитель Христе Божий, Женам-мироносицам возгласив, Радуйтесь и Твоим апостолам мир даруя, Ты, дающий падшему воскресенье. Прежде солнца, бывшее солнце, Зашедшее некогда во гроб, Придя еще до наступления утра, Искали, как дневного света, Мироносицы Девы, И одна к другой взывали, О, подруги, давайте помажем благовониями тело, Источающая жизнь непогребенная, Плоть того, кто воскрешает падшего Адама, Лежащую в гробнице. Пойдемте, поспешим, как волхвы, И поклонимся, и принесем мира, Как дары уже не пеленами, А плащеницею обвитому, И прольем слезы, и воскликнем, О, владыка, восстань, Дающий падшим воскресенье. Христос, воскресе из мертвых! Воскресенье Христа увидев, Поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному, Кресту Твоему поклоняемся Христе, И святое воскресенье Твое поем и славим, Ибо Ты, Бог наш, Кроме Тебя иного не знаем, Имя Твое призываем, Придите все верные, Поклонимся святому Христову воскресенью, Ибо вот пришла через крест радость всему миру, Всегда благословляя Господа, Воспеваем воскресенье Его, Ибо Он, распятие претерпев, Смертью смерть сокрушил. Воскрес Иисус из гроба, как предсказал, Даровав нам вечную жизнь И великую милость Христос воскрес из мертвых. Отроков из печи избавивший, Став человеком, страдает, как смертный, И своим страданием облекает смертное В красоту бессмертия, Единый, благословенный Бог Отцов и Препрославленный. Христос воскрес из мертвых. Жены богомудрые с благовонием вслед тебе спешили, Но кого они, как смертного, со слезами искали, Тому с радостью поклонились, как живому Богу И Пасху таинственную ученикам Твоим Христе Благовествовали Христос воскрес из мертвых. Смерти празднуем умерщвление, Ада разрушения, Иной, вечной жизни начало, И в восторге воспеваем тому виновника, Единого и благословенного Бога Отцов и Препрославленного. Христос воскрес из мертвых. Поистине священно и достойно всякого торжества. Эта ночь спасительная и светозарная, Светоносного дня воскресения предвестница, В которую вечный свет из гроба во плоти для всех воссиял. Пресвятая Богородица, спаси нас! Умертвив сей день смерть, Сын Твой всенепорочный, Всем смертным жизнь пребывающую во веки веков даровал, Единственный благословенный Бог Отцов и Препрославленный. Пресвятая Богородица, спаси нас! Царствующий над всем творением, Став человеком, Вселился в Твое чрево, Бога благодатной, Распятие и смерть претерпев, Воскрес, как подобает Богу, Воздвигнув нас с Собою, как всесильный. Христос воскрес из мертвых! Этот желанный и святой день, Первый от субботы, царственный и главный, Есть праздников праздник, И торжествой из торжеств, Всей день благословляем Христа во веки. Христос воскрес из мертвых! Придите, вкусим нового плода виноградной лозы, Божественного веселья, Славный день воскресения, И примем участие в царстве Христа, Воспевая его, как Бога во веки. Христос воскрес из мертвых! Подними очи твои сион, И вокруг посмотри, Ибо вот сошлись к тебе, Как божественные, Сияющие светило от запада и севера, И моря и востока, Дети твои благословляющие в тебе Христа во веки. Пресвятая Богород, Троица Божия наш, Слава тебе! Отец, Сидержитель и Слово и Дух, Единое в трех лицах существо, Всевышнее и Божественнейшее, В тебя мы крещены, И тебя благослови, Благословляем во все века. Пресвятая Богородица, Спаси нас! Пришел в мир Творец, Через тебя Дева Богородица, И чревато расторгнув нам, Смертное воскресенье даровал, Потому мы благословляем его в веки. Пресвятая Богородица, Спаси нас! Низложив все могущество смерти, Сын твой Дева, Своим воскресеньем, Как Бог крепкий, Вознес нас с собою и обложил, Потому мы воспеваем его в веки. Христос воскрес из мертвых, Светись, светись, Новый Иерусалим, Ибо слава Господня над тобою взошла, Ликуй ныне и красуйся сион, Ты же радуйся, Чистая Богородица, О воскресенье рожденного тобой. Христос воскрес из мертвых, О божественное, О возлюбленное, О сладчайшее твое слово, Ибо ты не ложно обещал Быть с нами до кончины века Христе, Держась его, Как якоря надежды нашей, Мы верные радуемся. Христос воскрес из мертвых, О Пасха Великая и Священнейшее Христе, О мудрости Слова Божия и Сила, Даруй нам совершение к тебе приобщиться В вечно светлом дне Царства твоего. Пресвятая Богородица, Спаси нас. Мы верные согласно прославляем тебя, Дева, Радуйся, дверь Господня, Радуйся, град одушевленный, Радуйся, ибо благодаря тебе Всей день нам воссиял Свет воскресения из мертвых. От тебя, рожденного, Пресвятая Богородица, Спаси нас. Веселись и радуйся, Божественная дверь света, Ибо Иисус, зашедший во гроб, Зашел, просияв светлее солнца, И всех верных озарив, Богом обрадованная владычица. Плотию уснув, как смертный, Ты, Царь и Господь, На третий день воскрес, Адама воздвигнув из тления И упразднив смерть, Пасха не тление, Мира спасения. Христос воскресе из мертвых, Да встанет Бог, И рассеются враги Его, Пасха священная, Всей день нам явилась, Пасха новая, святая, Пасха таинственная, Пасха всемечтимая, Пасха, Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери рая нам открывшая, Пасха освящающая всех верных. Как исчезает дым, Да исчезнут, Идите после видения Жены Благовестницы, И сиону возгласите, Прими от нас радость, Благовестия, Воскресенье Христовом, Веселись, Ликуй и радуйся, Иерусалим, Царя Христа, Узрев, Как жениха из гроба выходящим, Тогда погибнут грешники от лица Божия, Праведники, Да возвеселятся, Жены мироносицы, Глубоким утром гробницы жизни подателя, Представ, Нашли ангела на камне, Восседавшего, И он, обратившись к ним, Так возглашал, Что вы ищете живого между мертвыми, Что плакиваете нетленного, Как тлению подпавшего, Возвратившись, Возвестите ученикам Его, Это день, который сотворил Господь, Возрадуемся и возвеселимся воной, Пасха радостная, Пасха, Господня Пасха, Пасха, Всесвященная нам зашла, Пасха, Радостно друг друга обымем, О, Пасха, Избавление от скорби, Ибо Христос из гроба в сей день, Как из брачного чертога просияв Христос, Жон исполнила радости словами, Возвестите апостолам, Это слава, Слава Отцу и Сыну, Да, Игнатий, Хочет, Да, да, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и всегда, И во веки веков, Аминь, В воскресенье день, И засияем торжеством, И друг друга обнимем, Скажем, Братья, И ненавидящим нас, Все простим ради воскресения, И так возгласим, Христос воскрес из мертвых, Смертью смерть поправ, И тем, Кто в радости, Словами возвестите апостола, Слава Отцу и Сыну, И Святому Духу, И ныне, и всегда, И во веки веков, Аминь, В воскресенье день, В воскресенье день, И засияем торжеством, И друг друга обнимем, Скажем, Братья, И ненавидящим нас, Все простим ради воскресения, И так возгласим, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и тем, кто в гробницах, жизнь даровав. Молитесь, Игнатий Тихонович. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, гребшина. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, слава Тебя, наш Бог, и 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 Бог. И накануне церковь, послан aluminium, а у меня. Якось Иисусе Христе, Господи, помила самого духовного родителей, родника благодетелю митрополит Евгения Александра Михаила Андрея, Киппо-Маркино, Сергию, Кириллу, Египта, Французской, Корнингой, Александра Деодора Тихолова, Ведет священник, отмечающих стучей, и высший истин, служителем муствовимым, христианам, изыщенникам, иудеям, и мусульманам, и буддникам, и называющим священникам, которые были в Тебе. Смири власть и войск, в виде страха, и на них и через них тополи, благород в церкви Твоей, Владимира Дмитрия, Данада Рады, Александра Баберна, Дамы мира Израиля, Россию, Украину, Кирилл, где война идет. Спаси детей, Кирилл, и мужчина, священник, и камерная в мире, вам тебя засыпают мирную мощь. Что жизнь нашу пролил, и радость сохранил. Дай мне желание, Господи, приди, как обнаружить и умножить все наши таланты, здоровые Тобой. Тебе все, по силам Богу, в помощниках, наставников и советов. И в сей день сохрани нас от вся порода зла и греха. И сохрани нас здесь селение наше от пожара, от воров, и живущих там Андрея, Игоря Игоря Серафимова, Владимира Баберина, Ставкин, Игорь, Игорь, Владимир Васильевич, и все добрые жители, детьми, узнающими, выдающимися в старых войсках. Сохрани школу. Спаси и фамилию Татьяну Макаруеву, Игоря Марина Лепитову, Чадок Лихоеву, Чедвия Кевастяна, Лизнину и Милу Русину. Найди новую душу, мужчинку, деду общего. Спаси и фамилию Татьяну Макаруеву, Валентина, Екатерина, Анастасия, Наталья, Романа, Михаила Макаруеву, Анна, Лизу, Екатерина, Екатерина, Равина, Александра, Александра Сергея Сергея Сергеевна, Анастасия Сергеевна, Парахевич, Екатерина, И обратись на мир на тучи истину, И все, с кем познакомились, благослови Игорь Святой, Игорь Святой. Слава тебе возри на врагов, Потуши их злоба, Не дай с полицей и своим желанием, Игорь Святой. И в сутки не помене и безумия, Александра, Александра, Редене, Сергея, Виктория, Редактория, Редактория, Божественные благодетели наших, Рождаем добро, Истина Своя будет открытой, Редене, Редмиру, Редмиру, Редактория, 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 Наталья, Редактория, 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 Дали у него врат стать, удачу Валериев, Валерий, Семёнов, Татьяну, Татьяну, Шевчук, Малентинов, Марентинов, Татьяну, Леву, Татьяну. Это наше сокровище в интернете. И где-то в сети сохранили, в сети. Это были трудящие, не были, не были. Сергей Рякович, Андрея Валерий. Беликой Вячеславович. Памятник. Пресвятая Господа Богородица Пресадева Мария, Матерь Христа Бога, нашел Спаси Наскреда Бога и Матай Дан Духов, Господь, помогавствующих нас в путешествии, Павла, Матерь Христа, Матерь Христа, Беликой, 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 Беликой. Ангел Христов, хранитель Будь Святой, моли Бога о Неудеющем, благодарите, Беликой Ангел, сколько лет ты хранил защищавшие от едимых и невидимых опасностей. Не покинешь смертный час, когда душа будет изучать И вели на веки вечная царство Христа, Бога нашего, Амин и Илья, и на веки истинной веры Михаила, Иислава, Александра и Юлия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Я, Христитель, предпеча Христов, моли Бога о нас. Мужчина просто лежит из бедности, имея сопитание, одежды и будущее, и он недовольный. И когда не растать, никому не завидовать его, все он быть указанным, и богудовящего любят им дать. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. И вели на веки целого года и п ! И Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Слава Тебе. Но я и Юрий Фрунчевич. Привет Римск, и у меня там Центрингска от Фимыка из Георгиевы и Георгиевы, с панель Native Лимон, солдат этих мужчинцев. Царя Николаевича, была Таскорственного, в имени Мелоргии, сарить Безмедов. На родственных. Отарько, я Бога, слава Тебе, за fair верность, на родителях и безуприканных в теканях. молите бога все переводчики священного Академия Глава Голицу, Настя Михея, Германова, Александра, Сина, Грунте, Германова и Анна. Уприми наши молитвы, дядя Руста, жертвы, вечерни, благоуками, приятно, прессовым благодатью Твою, Господи, и соедини молитвы наши с молитвами всех святых, молящихся, которые нам не дадут. Боже, услыши и исполни молитвы всех, молящихся нас в областье. Уприми, подстань, наша молитва всех, западившись на молитвы, а не спасти и помилуй, а не вверх. Говори, Господи Владыка, слушай тебя, слышит, радствует. Воистину воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Сергей, что дальше у тебя есть, можно почитать, время есть. Вот так неделю будем молиться. Дземные поклоны делаются только на святых и святейся, но на Иерусалиме. Господи, иисуски, ищите, ини Боже, молитвы ради. Так. Но мы на прошлом... Мы продолжаем чтение материала о посте. Теперь почти все считают, что растительное масло, елей можно есть в любой день. Что это так и разрешено. Такое представление от незнания устава. Ниже дается устав на полный год с разрешением на масло и вино на отдельные среды и пятницы в связи с памятью отдельных святых в этот день. Так. Игнать Тихонич. Далекого нет. Хорошо. Январь. Даты по новому стилю. Значит, 2 января масло в указанные числа разрешено, а в неуказанные не разрешено. 6 января, 20 рыба, 24 и 31 масло, февраль, 2, 7, 9, 13 масло, 15 средине, среда, пятница, рыба, в остальные дни мясо. Если масленица, то по уставу сырной недели. 16. Если на неделе мытри и фарисея, рыба, 17, 22, 25 и 24 масло. То есть это вот все касается только сред. Если среда выпадает на этот день, то разрешается масло. А если не выпадает, то масло не разрешается. Значит, март 9, 18, 22 масло, апрель 12 масло, 14, 30 масло. Если после Пасхи, то с рыбой. То есть если Пасха ранее в апреле, то вот в эти 30 числа, то рыбу можно. Май 6, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28 рыба. В эти среды, если среда будет выпадать, если на эти числа, то разрешается рыба. Июнь 2 рыба, 3, если в пятидесятницу рыба, если в пост, четверг, вторник рыба, среда, пятница масло. Если праздник храмовый, то в любой день рыба 5, 6, 8, 10, 15 до 2 рыба. Июль 6, 7, 9, 12 рыба. Если разрешена рыба, значит разрешено и масло. 13 масло, в неуказанные здесь числа, попадающие на среды и пятницы, не разрешается даже масло. 18, 21, 22, 23 масло. Август 2, 6, 10, 16 масло, 19 рыба, 28 мясо. Если же в среду и пятницу, то рыба и вино, 29 масло. Сентябрь, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 20 масло, 21. Рождество Богородицы, если в среду или в пятницу, рыба 25, 27 масло. Октябрь, 8 масло, 14 покров Богородицы, рыба 17, 18 масло. Ноябрь, 4, 8, 10, 11, 18, 19, 21, 26, 29, 30 масло. Декабрь, 4 рыба, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30. С маслом едим, хваля Бога. Церковь помогает христианину в подвиге поста, создавая условия, располагающие его к посту и покаянию. В Великопостное время в храме все иное необычное, и состав церковных служб, и молитвы, и песнопения, и напевы, и поклоны, и вся обстановка храма, праздничная пышность и торжественность уступают место сосредоточенному сокрушению о грехах, очищению совести. Священнослужители облачаются в темные ризы, царские врата открываются реже, освящение ослабляется. Во время поста часто повторяются молитвы Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего, с поклонами земными, голова, руки, колени касаются земли. В Великом посту такие поклоны начинаются вечером, в воскресенье, по церковному уже начинается в следующий день и до утра в пятницу. Полная литургия, как самая торжественная из всех церковных служб, совершается только по субботам и воскресеньям. По средам же и пятницам в течение всего поста совершается литургия, прежде освященных даров, имеющая покаянный характер. Первая неделя Великого Поста отличается особой строгостью и духовной углубленностью богослужений. В понедельник, вторник, среду и четверг первой недели поста на Великом Повечерии читается канон Андрея Критского. Способны и самую ожесточенную душу смягчить и расположить покаянным чувствам. На пятой неделе Великого Поста вечером в среду читается раз в году полностью канон Андрея Критского с земными поклонами. Принято, что на следующий день тем, кто молился с земными поклонами, весь канон разрешается вкушать растительное масло ради их труда. В субботу вспоминается чудо священного великомученика Феодора Тирона, спасшего своим явлением христиан от осквернения идоложертвенной крови и повелевшего вместо оскверненной пищи употребить вареную пшеницу с медом. В первый воскресный день Великого Поста отмечается торжество православия, праздник и моление об обращении заблудших. Издревле принято завершать великопостный подвиг исповедью перед духовником и причащением святых христовых тайн. Человек должен подготовиться к исповеди и исповедоваться неспешно, с глубоким чувством покаяния и намерением изменить свой образ жизни. Причастие вливает в христианина большую духовную силу, поэтому желательно и исповедь, и причастие повторить несколько раз в течение Великого Поста. И в каждый пост, и в дни ангела. Аполлос Великий говорит, Иуде подобен непостящейся в среду и пятницу. Несколько молитв на русском языке к Великому Посту. Первое. Покаяние отверзи. Податель жизни, открой мне двери к покаянию, ибо дух мой с раннего утра стремится к твоему святому храму. Имея свой телесный храм, весь оскверненный, но ты, как милосердный, очисти твоей благоутробной милостью. Второе. На спасение астезии. Богородица, наставь меня на путь спасения, ибо постыдными делами я осквернил мою душу и в ленности провел всю мою жизнь. Но твоими молитвами избавь меня от всякой скверны, размышляя о множестве содеянных грехов. Я окаянный, страшу из судного дня. Но надеясь на твое милосердие, как Давид, взываю к тебе. Помилуй меня, Боже, по великой твоей милости. Третье. Господи и владыка живота, Господи и владыка моей жизни, не дай мне духа праздности, уныния, начальствования и празднословия. Души целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, дай мне рабу твоему. Ну вот здесь вот сребролюбие еще раньше стояло, брали. Так, Господь, Бог мой, так, Господи, Царь мой, дай мне узрить мои прегрешения и не осуждать брата моего, ибо ты благословен во веки веков. Аминь. Праведники делали по несколько тысяч земных поклонов в день. По силе определи себя и хотя бы сто поклонов сотвори на влага плоти и души. Святые отцы, заповедавшие поклоны, думали о душе, но современные исследователи подсчитали, что в поклоне гармонично участвуют все до единого сочленения тела. Святые многими скорбями и потом утруждали плоть свою, чтобы дать свободу духу к служению Богу любви. Вот мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. И вся глава сия помогает осознать величие сокрушенного духа, когда его услышит Бог и простит и приблизит к себе пост и милостыня, вот крылья молитвы. О милостыне. Заповедь любви к ближнему особенно проявляется в делах милосердия. Суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Иакова 2.3 Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Лука 16.9 Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Лука 11.41 У человека доброжелательного и то, и другое, и доброе деяние, и доброе слово утешения. Сирахов 18.17 Милостыня очищает грехи, не пренебрегай подавать милостыню. Сирахов 3.30 Не малодушиствуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать милостыню. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом, и кто не подает милостыни. Милостыня человека, как печать у него, и благодеяние человека сохранит он, как зеницу ока. Но к бедному ты будь снисходителен, и милостыню ему немедли. Сирахов 7.10 12.3 17.18 29.11 Потому что подающий милостыню приносит жертву, пребывающую вовек, и она спасает человека от бед. Сирахов 40.17.24 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. 1 Тимофея 5.8 Пост и милостыня являются крыльями молитвы. Деяние 10 глава. Кому же нужно давать милостыню? Всем ли кто просит подать, или же подавать только тем, кто поистине нуждается в ней и не истратит худо то, что получит? Апостол Петр просит, покажите в добродетели рассудительность. 2 Петра 1.5 Когда однажды монахи доказывали друг другу, каждый настаивая на своем, какая из добродетелей выше, пост, молитва, милостыня, бдение, то получили от Антония Великого ответ – рассудительность. 3 Без рассудительности все делается противоположным, ибо молящийся о поражении врагов смертью губит себя, постящийся неумеренно разрушит тело свое. 4 Сколько есть тех, кто хулит Бога, пьянствует, курит, блудит на полученные возле храма деньги, кто не желает даже совершить правильно крестное знамение, и подающие им участвуют во всем зле, какое сотворят эти злые люди, на полученные от них лепты. 5 Без рассуждения, поданное милостыня тем, кто явно растратит деньги дурно, не только не сотворит благо своей душе, но получит великое наказание от Бога за свое безрассудство. 6 Не стыдись вразумлять неразумного и глупого и престарелого, состязающегося с молодыми, и будешь истинно благовоспитанным, и заслужишь одобрения от всякого человека. 7 Не будь неразумным ни в большом, ни в малом, суди о ближнем по себе и о всяком действии рассуждай. 7 Не будь неразумен, рассуждая о всяком деле, ибо он никого не любит, кроме живущего с премудростью. 7 Поданное злому, кощуннику, пьяницу, табакуру, милостыню, милостыня сразу идет в ад к сатане, как видел видение святой Нифонт Павел. 8 В. 23 декабря поданная нечестивцу монета оказалась в руках у демона. 9 Церковь Христова запретила всякому бродяге просить возле дверей церковных, и тем более бродить во время богослужения по храму, выпрашивая на пропой своей несчастной души. Цитата. 10 Всем убогим, вспоможение требующим, определяли мы по удостоверению и в бедности ходить с мирными только церковными письмами. С мирными только церковными письмами. 4 Вселенский Собор, 11 правило. То есть, церковь должна удостовериться, что калека или приезжий действительно не получает пенсии, дотации от государства или от родных, и дать ему письменное разрешение опросить милостыню. 5 Никого из странников не принимает без мирных грамот. Правило Антония, наверное, да? 7 Иначе сказать, священник, церковный совет должны смотреть тщательно за тем, чтобы злые люди не увлекали их прихожан к лже-милостыне и не губили души православных через соучастие с лукавыми, потворствуя их неразумием. Цитата. «Кто приставит бич к помышлениям моим и к сердцу моему наставникам мудрости, чтобы они не щадили проступков моих и не потворствовали заблуждениям их?» Сирахов 23.2 «И они погибли от того, что не имели мудрости, погибли от неразумия своего». Варух 3.28 «Человек рассудительный не пренебрегает размышлением, а безрассудный и гордый не содрогается от страха и после того, как сделал что-либо без размышления». Сирахов 32.20 «Стоглавый собор повелевает в правилах 71, 73, 74 заставлять работать здоровых тунеядцев, а кто и с иконами выпрашивает на базарах деньги, то иконы бы у них отнимать, а самих прогонять бичами. «Давай доброму и не помогай грешнику». Сирахов 12.7 «Лучше умереть, нежели просить милостыни». Сирахов 40.29 «Давай благочестивому и не помогай грешнику. Делай добро смиренному и не давай нечестивому. Запирай от него хлеб и не давай ему, чтобы он через сто не превозмог тебя, ибо ты получил бы сугубое зло за все добро, которое сделал бы ему. Ибо и Всевышний ненавидит грешников, и нечестивым воздает отмщение». Сирахов 12.4.6 В повести о затворнике в житиях святых за 7 марта говорится, «Какая страшная ответственность ложится на принимающих милостыню. Он должен за эти деньги освободить из терновника, из грехов подавшего, пожать поле из непроходимых дебрей. Но в устах бесстыдного сладким покажется прошение милостыни». Сирахов 40.32 «Сладок для человека хлеб, приобретенный неправдою, но после рот его наполнится опилками». Притча 20.17 «После на суде Божьем опилками горькой отравы для бесстыдных попрошаек станет милостыня, полученная ими. И тот, кто подает им, не любит ни себя, ни их, а есть губитель. Милостыню разрешается просить только по нужде, чтобы не умереть с голоду», говорит Нил Сорский 7 мая. «Александр Невский велел раздавать нищим милостыню, не бродягам и пьяницам курящим, чтобы они молились». 30.08 «Некоторые любят говорить, возьми, а потом отдай другому». Святитель Серапион 14 мая говорит «Чужое не могу раздавать, милостыня должна быть от трудов праведных, имение, которым обладает человек, принадлежит не ему, а Богу. Потому и необходимо знать точно, как пользоваться этим неправедным достоянием, над которым Господь поставил тебя дома правителем». Цитата. «Епископы и состоящие в клире, да не усвояют ничего тем, не отдают. Кто не христиане, хотя бы то были сродники. Ничего из своих вещей, как сказано, да не упрочивают таковых посредством дара». Епископ, еретикам или язычникам, сродникам или непринадлежащим к родству оставит наследниками своими и предпочтет их церкви, такому и по смерти добудет анафема изречена. «И его имя никогда от иереев божьих да не возносится. Да не может быть ему оправданием и то, если без завещания отойдет. Потому что был поставлен епископом, по приличию должен был учинить назначение своего имущества сообразно своему званию». Кархагенский собор, 31. И 92 правило. «Равно ненавистный Богу нечестивец и нечестие его». Премудрость Соломона, 14.4. «Давать нужно и взаймы, и милостыню только по нужде, а не по прихоти просящего. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой додает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим». Это раззаконие 15.8. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Деяние 2.46. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось чем, кто имел нужду». Деяние 4.35. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». 1 Иоанна 3.17. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Римлянам 12.13. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Титул 3.14. «Тогда рассудительность будет оберегать тебя, хранить». Притчи 12.11.3.21. «Безрассудно, без рассмотрения, дающий милостыню, гневит Бога». Цитата. «Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его». Рок Исайя 27.11. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». 1 Тимофею 6.9. «Пустые и ложные надежды у человека безрассудного, и сонные грезы окрыляют глупых». Сирахов 34.1. «Говоря, наше дело подать, а Бог сам разберется». «И такое великое зло называют миром». Премудрость 14.22. «И сыновья не будут иметь потомство, потому что заповедь мою презрели и делали то, что зло предо мною». 3 Естра 1.34. «Но поступающий по своему произволу губит в себе образ Божий, ибо Бог дал человеку, приходящему в мир, свет, чтобы шли и поступали по правде. «Да коли есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Галатам 6.10. «А если будешь знать всех нуждающихся в твоей помощи среди верующих, одиноких, больных, многодетных, кто поистине нуждается в помощи, тогда на злых и нечестивых ничего не останется». «Блажение давать, нежели брать». Деяние 20.35. «Говорит Господь, чтобы все старались работать своими руками, дабы было из чего подавать нуждающимся». 1 Фессалоникийцам 4.11. Ефесянам 4.28. «Чтобы не крали, а трудились своими руками». Ефесянам 4.26. 1 Коринфянам 4.12. «А если кто не хочет трудиться, то ты не ешь». 2 Фессалоникийцам 3.10. «Ни один из святых отцов в церкви иначе не мыслил, но говорят, что кто бы ни был поистине нуждающийся, помоги ему, будь он и другой нации веры положения». 3 Фессалоникийцам 5.12. Цитата. «И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудкам, и грудному младенцу, и уголовному преступнику и язычнику окажи почтение как образу Божию. Что тебе до их немощи и недостатков, наблюдая за собою, чтобы тебе не иметь недостатков любви». Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя бы к одному человеку, то ты в горестном самообольщении. «С членами христовыми христианами нужно обходиться очень осторожно и благоразумно. Нужно сострадать им в их недугах и отсекать только те, которые, не подавая никакой надежды на выздоровление, лишь заражают своим недугом других». Игнатий Бринчанинов. «Прекрасна и похвальна любовь к ближним, если только заботы ее не отвлекают нас от любви Божией». Исаак Сирин. «Будем любить тех, которые близки к нам, и ненавидеть и избегать враждебных нам на пути Божьем. На пути Божьем не надо любить врага, хотя бы он был и родственник». Григорий Двоеслов. Еще цитата. «Потому что Бога должно любить больше всякого создания, больше всякого человека и больше себя самого». Тихон Задонский. Еще цитата. «Потому надо иметь осторожность, чтобы под видом дружбы наше добросердечие, хитрые люди не обратили себе на пользу, а нам во вред». Платон. Еще цитата. «Когда близкие нам по плоти вознамерятся отвлечь нас от следования воли Божией, проявим к ним святую ненависть. Святая ненависть к ближнему заключается в сохранении верности Богу, неприятии порочной воли людей». Игнатий Бринчанинов. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, или матери, или жены, или детей, или братьев, или сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14, 26. Еще цитата. «Милостыня предназначена только для тех, которые не имеют сил трудами рук своих удовлетворять свои нужды или для наставников, всецело просветивших себя делу учения». Иоанн Златоуст, том 11, страница 763. «Кто такие милостивые? Те ли, которые раздают бедным деньги и кормят их?» «Нет, не это одно делает их милостыми. Надо, чтобы при этом было сердечное милосердие. И те милостивые, которые обнищали в любви ко Христу ради нас обнищавшему, но, вспоминая о бедных, вдовых, сиротах, больных, и не имея, что им дать, страдают, только о них и плачут, уподобляясь его. «Они, когда что имеют, с искренним радушием помогают нуждающимся, а когда не имеют, дают им убедительные наставления о том, что способствует спасению души, повинуясь слову. «Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатство ее». Премудрость 7.13 Симеон Новый Богослов «Жертвы эти, милостыни, важнее молитв и постов, и многих других дел, только были бы привносимы от прибытка праведного и таких же трудов, и чисты от всякого любостяжания, хуления и насилия. «Милостыня состоит не в том только, чтобы давать деньги, но чтобы давать с чувством милосердия. И на зрелищах дают деньги блудницам, но это дело не человеколюбие, а пьяного бесчинства. Им-то и подобен тот, кто подает милостыню из тщеславия. «Великое дело милостыня, возлюби ее, ничего нет равного ей, она может и грехи загладить, и избавить от суда». Да, истинна милостыня, когда даешь ее с радостью и думаешь, что сам больше не получаешь, чем даешь. И думаешь, что сам больше получаешь, чем даешь. «Оставив неуместную пытливость, подавайте милостыню всем нуждающимся, и делайте это с великой щедростью, чтобы и нам самим удостоиться в день будущего суда великой милостыни и снисхождения от Бога. Смотри не на достоинство нуждающегося в помощи, а только на нужду, хотя бы он был ничтожен, низок и презрен. Христос вменяет это тебе в награду так, чтобы он сам через нуждающегося получил благодеяние. Ничто другое не может так избавить нас от огня гиенского, как щедрое милостыние. Нет ничего хуже нечестия, нет ничего несчастнее беззакония против Бога, нет ничего нечестивее хулы на Бога. Но и такое беззаконие может загладить милостыня, если грешник не продолжает своей хулы, но исправляет грех покаянием». Когда ты видишь человека, который творит милостыню и совершает тысячу добрых дел, и таким образом сокрушает силу дьявола, подвергается же затем искушениям и опасностям, не смущайся этим, потому что он и подвергается искушениям, что слишком сильный удар наносит дьяволу. «Не уделять из своего имущества такое же похищение. Если мы не подаем милостыни, будем наказаны наравне с похитителями. Кто не имеет милосердия, тот перестает быть человеком». Иоанн Златоуст «Без любви и милости всякое дело нечисто. Если кто хранит девство, если постится, если пребывает в будении, если молится и принимает бедных, если строит церкви и делает что-либо иное, большее, без любви, все это вменится ни во что перед Богом, потому что не угодно ему. Итак, ничего не предпринимай без любви». Ефрем Сирин Первое послание Коринфянам, 13 глава, и второе послание Коринфянам, 8-9 главы. «Вот маяки, путеводные звезды, желающим творить милостыню». «Так, ну все на сегодня». «Прощаемся, наверное». «Игнат Тихонич, еще что скажете нам напоследок-то?» «Игнат Тихонич, еще что скажете нам напоследок-то?» «Микрофон не включен». «Что можно добавить, когда вы и так все узнаете?» «Это материал. Пока есть время, залучивайте». «Я сегодня засчитывал, наверное, события дня». «Мне надо, чтобы вы экран видели». «Это шахматополексей-то, видимо, уехал, сначала спасу Владимира, а потом, не знаю, даже какой-то путь или куда он собирался в Игусалим. «Ну вот этот ролик-то выставил наконец-то, он там собрал все вместе, все купил и все молитвы. Просил его молиться, квадрокоптер этот, который принес он там с той стороны фотографирует». «Да, конечно, интересно, не то что…» «Но наша полная». «Где полная?» «Полная никогда у них не будет, полная у нас». «Ну и отзывы какие пошли?» «Очень много хороших отзывов, что люди, которые нападают, они ничего не знают и меряют, потому что видят». «Нигде, Слово Божие, ну, может быть, некоторые там есть, говорят что-то». «А остальное так, вот там курочки, во время поста они, врач только одним ходил, что-то вещил, делал, они решили его угостить». «Или там собрали что-то, последняя неделя поста идут, конец поста». «Курочку ему сварили-то, и чтобы их не соблазнять, он поел». «Вот как надо любить-то». «А они то, что там Латкин говорит, а это не любовь, вот любовь». «А другой говорит, ну еще, судите-то о чем». «Это худший пример, какой он может привести». «Во-первых, он ходил в священную, никому не сказал, что такое вера, что такое апостол». «Это первое, явно видно, что они не знали об этом». «И далее, еще и ущерб найдется, курочку-то съел». «Вот здесь был благощины Новоалтайки, Михаил погибл. Вот сама фамилия нарочно не придумали, говорящая погибло. И вот он вопросы отвечает, вопросы и ответы. Тоже охота отвечать. Там академии кончали. Вот если у тебя на Новый год ты был в гостях где-то, и тебя угощали, и положили тебе большой кусок мяса там, говядины, чтобы никого не соблазнять, ты съешь, чтобы никто и не знал. «В-первых, зачем ты поволокся, когда еще и Рождества нету?» «В-второе, зачем ты безборжиками сел за стол, утроба несытая?» «Ну а дальше, почему не сказать, что сейчас пост — это не то?» «Ни слова нету. Главное, чтобы съесть и оправдать». «Вот тебе и пост». «Никогда на эти уловки не идите, никогда, нигде». «Ни рассуждать не надо, ни делать, ни садиться за стол, ни сиди в собрании развратителей». «Но ознакомил Господа Боря его, ознакомил, размышляя, где и мощь». Вот двадцатый столовик. «Куда они посмотрят, что фаль и ложь. Фальшь. Там вот на каждом шагу все это. Интертель верует. Никто не знает православные. Столько отзывов. Ну прям не девицы, которые говорят правильно. Так это еще лучший вариант. А то обычное такое, и там не собирать нечего. Нельзя зайти. Ну вот это я хотел сказать. Надо быть повнимателем, где бываете. Ну там Дмитрий Лемеш выступил хорошо, Михаил Кальмаев. Ну вот так. Что надо сказать? Пасха Христова. Надо благодарить, воспевать, на благовестие сходить, где-то и вангелия раздавать. Если есть, то и дождь пошел, правда. Ну все тогда с Богом. Богом.